приветствую приветствую вас сердечно дениса друзья это вот денис баклагина он из ярославля он мой друг коллега он врач и одновременно он у меня как бы ученик по методике ключ и не первый день давно этим занимается специально занимается он работает в туберкулезном диспансере он помогает своим и вот он у меня проходит подготовку специальную как специалист а здесь возникла идея поделиться в общении и для вас тоже потому что у него есть мысли он писал дипломную работу свою свое время скажите пожалуйста денис по поводу чего вы хотели поделиться какими соображениями мы уже разговаривали на тему льва толстого и на карениной львина и то что как вот с точки зрения саморегуляции точки зрения методики ключ как это все выглядит мне бы хотелось сегодня рассказать о об этом же самом только с точки зрения пушкина александра сергеевича его известной сказке за одну секундочку я вот тем людям которые может быть новички которые еще не слышали как мы говорили о львине анне карениной толстого и причем тут вообще-то метод ключ и анна каренина я просто напомнил по ходу что толстого льва николаевича гениального есть там они каренины когда левина со своими проблемами всякими в голове вдруг когда косила лук начинал испытывать состояние счастья то мы знаем принципы ключа понимаем что когда он в ритм попадал когда действия были синхронно текущему состоянию у него снимался стресс открывалось состояние такое эндорфин когда адреналин как уменьшается в крови эндорфиноподобные вещества включаются ощущение счастья такой вот необыкновенная легкость и прочее ну один из приемов ключевых косить труду траву другой прием там рубить дрова и человек должен перебирать разные варианты и найти свое действие когда он тоже начинает чувствовать такую легкость то я извиняюсь денис продолжайте ну а мы вот другое произведение сейчас попробуем разобрать с точки зрения физиологии эту сказку о царе салтане то есть но мы все знаем наверно со школы помним каждую там строчку и начало то точно мы помним то что нас три девицы под окном при али поздно вечерком то есть сразу мы чтобы понятно было что такое при али при али это уже многие не знает может быть не понимает это крутили нитку шерстяной пальчиками вручную много часов много там повторяемое действие некоторые правда как четкие как четкие перебирают потому что четкие перебирают это повторяемое действие такое цикличное повторяемое действие которое снижает напряжение поэтому и в религиях есть четкие тут пряжу при да да давайте это очень интересно и действие однообразное которое не уже много там с детства девушки делали много раз что у нас исходит вот с моей точки зрения происходит автоматизация как правильно говорить и вот этого процесса то есть переход контроля с вышележащих отделов до мозга на ниже лежащие отделы и при этом освобождение сознания от какой-то проблемной ситуации которая держит напряжение поэтому есть люди которые любят перебирать что-то или например постукивать пальцами или ходить по комнате туда-сюда когда начинает нервничать это помогает им лучше думать да 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 я буду время от времени вмешиваться как бы потому что я всегда имею ввиду что нас может смотреть новичок который не смотрел наши предыдущие ролики не курс ничего не знаю что такое ключ и даже не читает под видео описание поэтому я вынужден это подсказывает так еще работ автоматизм мы можем на примере патологии привести то есть допустим у человека поражены верхние отделы ну вследствие там деменции какой-то старческой допустим у нас джо байден есть такой вот он президент да там вроде американские он здоровается с воздухом все время налево пойдет никого нет он здоровается то есть у него там 60 лет он был президентом политиком десятки тысяч людей он только и делал что здоровался и у него вот этот автоматизм уже вырубился улыбается и здоровается но когда вот у него страдает до контроль верхней у него эти автоматизма это здорово не из него лезет так скажем и ну у нас брежнев был он целоваться любил дело не по делу то есть чтобы понять не было людям что такое брежнев тоже в возрасте уже своем мудрым потерял контроль и тоже с воздухом целовался или это или это допущение такое целовался с людьми там кого увидит там а со всеми целовался они понятно кого надо кого не надо принципе разобрались да то есть у них произошла автоматизация и вот эти я могу сказать сказать когда я в польше работал я приезжал туда раз в полгода журналом пшачука я работал и я там научился дам даме ручку целовать этого почве это принято и потом я в москву возвращался и автоматом когда ко мне в гости приходили дамы и автоматом ручку им целовал и это им тоже нравилось оказывается а кому-то могло показаться чего там всем дамам руки целуют но потому что это стереотип такой был двигательный я там научился и поэтому автоматически получалось и здесь да я извиняюсь да ну вот и у нас значит тормозить тех те центры которые у нас за кисти рук за пальцы они же большие у нас минус долях они тормозятся и дальше это торможение но и радиирует называется и радиация торможения и радиация это распространение 5 распространение то есть она может быть и радиации возбуждения и торможение вот допустим я сейчас говорю и у меня в голове вот этот диалог мой монолог прорабатываю и проговариваю им меня и радиация уже идет возбуждение из речевых центров словно до туда в теменные я начинаю руками махать что-то изображать жестикулировать то есть у меня наоборот идет до возбуждения обратно в двигательные центры с речевых а здесь у нас пошло торможение до из двигательных в речевые и соответственно у нас нейроны как они как стая рыб да то есть это вот одно один нейрон возбудился и другие за ним как вот эти вот подводная съемка как селедки стая селедок там причудливые вот эти вот движение да там под водой что-то наподобие на похоже с нейронами происходит от и но вследствие того что и торможение и радиация на на речевые центры распространилась то наступает вот это внутреннее безмолвие нейтральное состояние о котором мы все время говорим отключение внутреннего диалога и вот эти все селедки вот эти мысли повседневные множество мыслей которые нас всегда терзают они разбегаются ходят спать да все это наступает штиль безмолвие и на фоне вот этого штиля начинают всплывать действительно серьезные мысли потаенные такие вот мысли киты большие такие вот мысли мы их чувствуем внутри иногда в виде дискомфорта или какого-то там страха беспричинного какой-то тревоги непонятной этот шевелится в нас но мы просто не можем сформулировать не можем это эту мысли проговорить описать четко да то есть и но вот на фоне штиля на фоне внутреннего безмолвия эти большие киты они начинают всплывать это мысли которые могут изменить нашу жизнь которые действительно важны для нас то есть мы убираем хаос и может появиться к сознанию к нашему прийти может быть и вот этого внутреннего вот этого постоянного вот это вот мешанины мысли как это хаос уходит если переводить на индикатор напряжения который у нас есть если был допустим шторм это десять то потом появился 0 это штиль то здесь как раз таки и могут проявиться к сознанию глубины наше предназначение что на самом деле нас беспокоит и вот если горит о сказках пушкина то там бы три девицы за окном пряли значит они повторяемыми движениями снизили напряжение получилось что у них снизилась если говорить об индикаторе напряжения шкале стресса снизилась до нуля и тут проявилась у каждой как я понимаю что вы хотели сказать а да да и не понимаешь неправильно вы перескажите поправьте меня и у них проявилась у каждой своя какая-то глубинная предназначенность природная о чем бы она думала по-настоящему и вот они высказывают сказки пушкина свои так сказать чаяния жизни да вы так хотите сказать или я неправильно понял вы поправьте правильно то есть как бы я была царица говорит одна девица я на весь крещеный мир приготовила бы я пир то есть она хочет накормить всех голодных всех там несчастных надо готовить еды то всех угостить то есть такая вот позитивная мысль я проявилась я проявил самоидентификация произошла у нас когда люди стресса выходят на нулевое состояние они могут понять чего хотят и как этого достичь и чего на самом деле хотят да да это очень важный момент а вторая что сказала там я не помню вот царица говорит ее сестрица то на весь бы мир одна над королавы полотна то есть она хотел хочет всех несчастных там потом серые убогие нищие на и хочет одеть уважение так вызывает мысль и самое главное самое сокровенное такая женская мысль это у нас третья девица как бы я была царица третья молвила сестрица для батюшки царя родила богатыря тут и тут события у нас соответственно с огромной скоростью с огромной силой начали развиваться тут светлицу ходит царь стороны то и государь речь последней по всему полюбилась ему и в тот же вечер обвенчался и когда разошлись кости нас на кровать слоновой кости вложили молодых и царевна молодая долгий срок не откладая с той же ночи понесла то есть все случилось ну конечно по сказочному но это невероятно и дать то есть вот одна мысль высказанная вот этот вот большая большой кит который стоил он привел к таким действием что она и в этот же вечер вышла замуж за царя и и забеременела царевичем гвидоном понесла тот же в той же ночи то есть это фантастика конечно сказка ну понимаем сказки сюда потому что они соприкоснулись на уровне глубинных но именно сути уровне сути убрав хаоса они пришли к порядку завертелась весь сюжет вся жизнь изменилась полностью и старя и царевны и там мы всех 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 весь сюжет дальнейшей сказки вот от этой вот вот этой фразы я родила богатыря от этой именно мысли и не пошел но просто многие могут сказать что вот и допустим там же стоял царь ведь нету царей столько царей на каждую девицу то есть как как-то качественный подход и некачественный то есть там же смысл важен во первых я извиняюсь когда мы обучаем по ключу принципу подбора путем перебора когда человек перебирая разные действия синхронные своему состоянию или делает упражнение типа дрова колет или косит лук или плавательные упражнения или бокс там делает или там какие-то другие там дирижирование упражнения когда он перебирает и у него с десятки напряжения выходит на ноль он тоже как бы из хаоса к порядку и лучше понимает себя и чего он хочет на самом деле и тогда действительно ему проще не теряя года лет жизни не набивая столько шишек быстрее прийти к тому чего он хочет достичь этого достичь своих желаний и мечтаний это во первых уже сразу пользительный как так сказать до любого даже новичка который нас слушает и поэтому в данном случае здесь смысл сказки дает понимание вот через наше прочтение сказки по принципам ключа уже мы открываем для себя многое полезного и поэтому здесь не возникает вопроса но не жестоко царей для каждой девушки причем тут это у нее же может быть другое желание открыться все она уже начинает понимать потому что некоторые люди не понимают вот вы мне прошлый раз задавали вопросы я говорит стараюсь там для кого-то давать ключевые приемы он говорит все вроде бы понял и как делается идиомоторные рефлексы понял и что такое шкала стресса но не не занимается почему-то вы мне задавали этот вопрос как же быть я просто тогда сказал может быть просто он не связал логически например у него несчастная любовь или там утрата какая тяжелая допустим близкий человек ушел и он никак не может связать логически причем тут раздвигание рук или дирижирование или перебирание четок причем тот какая логическая связь между этими ключевыми действиями и такими сильными переживаниями как утрату логически не связывать между собой то есть я тогда сказал что надо больше вопросов задавать ему как он это себе представляет потому что на самом деле люди не всегда себе дают отчет в своих собственных мотивах и поэтому когда люди общаются между собой они друг друга могут и не слышать мне один парень писал там однажды там как раз таки я рассказывал о том что перед любой ситуации экстремальной перед прыжком с парашютом перед сдачей экзамена там перед ситуацией где требуется переговоры какие-то опасные проводить там но разве ситуация с рисками связаны если человек снимает зажатость лишнюю раскрепощается выходит на состояние внутренней легкости тренирует у себя это по кручу это делается быстро то он лучше переговоры проведет лучше экзамены сдаст увереннее тогда я это объясняю я понимаю и чувствую что человек который меня слышит он меня не слышит потому что в это время у него может быть какая-то своя доминанта своей эмоции и он думает да да экзамены экзамены его же экзамены не касается от него девушка ушла в чем тут экзамен то есть он не связывает одно с другим он просто не понимает даже таких таких вещей которые любой доктор понимает изначально что сон например это самое лучшее лекарство потому что многие не досыпают и не понимают почему у них как говорится много чего-то падает из рук прямо они не понимают почему они цели не добиваются я на эту тему много могу говорить пошла накипела уже люди себя не слышат и друг друга не слышат если они время от времени не снимают стрессовое напряжение если они время от времени занимаются любимым делом если они не делают действия синхронной текущему состоянию если они хотя бы вот эти простейшие упражнения по секрогимнастике не делают там одна минута в день они не понимают они не слышат друг друга и себя не слышат они не знают чего они на самом деле хотят это на самом деле так к сожалению потому что они загружены массой авторитетов массой всяких приемов со школы совершенно другого рода там например йог сидит позе лодоса дышит определенным образом вот и даже там тоже не всегда понимают а для чего это например нужно если у него тяжелая утрата связи никакой не видит поэтому наша школа человек больше у кого футуру все работает вот сегодня мы с денисом как раз пытаемся рассказать что по сказкам пушкина как это может быть чтобы легче было через пушкина пройти так сказать сознание многих людей а вот я хотел бы перекинуть мостик сейчас на дипломную работу вашего которые вы говорили и знаете на что пике напряжения как после них снимаются вот эти вот хаотичные мысли человек тоже приходит к легкости например когда он бежит бежит в ритмберга если попал он может бежать бесконечно вот это синхронность действий с текущим состоянием снимает напряжение выходит на автоматизм действий голова проясняется он может бежать бежать а если не попал напряжение растет до пика и там он его преодолевает и легкость пошла тоже вышел на автоматизм действие вот этот момент когда человек выходит на автоматизм действие сопровождается прояснением сознания выдавайте про вашу дипломную работу скажите пару слов пожалуйста вы все правильно сказали что это автоматизм у нас вот высшие центры контроля они не всегда эффективны то есть они не пост не успевают они далеко находятся от мышц там да вот наших сосудов непосредственно участников активного процесса то есть что происходит антагонисты допустим они не успевают расслабляться мы нам одни мышцы нужно напрячь а противоположные мышцы антагонисты они еще не успели расслабиться они еще в работе и вот эти высшие центры контроля они не успевают синхронизировать движение то есть нам приходится делать двойную работу нам приходится вести допустим руку вперед но при этом мышцы которые отводили недавно руку назад они еще не расслабились они еще напряжение нам приходится преодолевать и и двигать вперед да еще и преодолевать вот эти сопротивления антагонистов то есть с этими процессами с этими лучше справляются ниже лежащие отделы спинномозговые ядра это ядра там экстра пирамидные там подкорку и то есть вот в чем принцип то есть делегирование полномочий сверху вниз и а соответственно верхние зоны они у нас уходят на расслабление на какое-то такое легкое торможение и за счет этого получается у нас релаксация что ли назвать механизм релаксации это из 1 писать писаного многих авторов до спортивной медицины занимается я понятно да понятно понятно вот на примере вот это вот легкости которая возникает при переводе деятельности из новизны к автоматизму вот при после пика напряжения например человек бежит 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 уже дыхание не хватает сил не хватает ему надо бежать пик напряжения он преодолел и теперь лёгкость пошла на автомате дышать его же голова прояснилась ему думать о чем угодно вот этот механизм может быть и и без второго дыхания вот например я рассказывал как-то там бабушка сидела на суде внука ее судили и она вся была в таком напряжении там же она не бежала никуда она сидела в таком диком напряжении вот это напряжение горит растет 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 и вдруг какой-то момент раз оно все исчезло я горит сижу говорит меня горит слегка покачивает и не все пофигу вот то же самое то есть оказывается второе дыхание можно объяснить не как и эффект второго дыхания как таковое во время бега я не знаю как отвечают на этот вопрос специалисты по спорту но с моей точки зрения по психофизиологии то второе дыхание в данном случае было не главным а пристроил пристроилась к адаптации через автоматизацию деятельности то же самое когда на заводе большинство допустим операции которые происходят берут на себя автоматы голову инженеров освобождаются от рутинной работы они начинают соображать дальше то же самое у человека когда он освобождается от рутинной работы когда она ему не мешает у него мысли освобождаются поэтому когда человек над чем-то думает усиленно пытается найти решение тот же пушкин тоже пушкин он когда рисовал когда писал стихи и если вдруг задумывался как дальше там развиваются события он помогал сам себе автоматическим выписыванием на полях своих произведений он выписывал женские головки рисовала из портретики и свои там с бородкой ну короче говоря пушкин сопровождал творческую деятельность автоматическими действиями которые помогали ему но как мы говорили перебирание вот этих вот бусина чего так или постукивание пальцами качаниями ноги поэтому когда впервые написал в книжках что повторяемое движение съезжает напряжение но теперь это стало как народная песня это теперь кажется но и что тут такого это мы всегда знали не знали на самом деле вот такой фразы никогда не было я почему об этом говорю много раз было когда я рассказывал директором школы и преподавателям вот что мальчик качает ногой или ходит туда-сюда по комнате они говорили да мы знаем это что он качает ногой на уроке сидит а что теперь должны позволить ему качать на больше чтобы он снимал напряжение мы как это знали всегда так я говорю а какие выводы сделаны и дело не в том что вот пока не скажешь а люди не слышат они видели тысячу раз но у них не было понимания по что они не обращали на это специального внимания они были заняты своими делами каждый человек занят своими делами только мы как специалисты в этой области обращаем на это внимание а у него же времени нет обращать на это внимание и тогда я им сказал что я как специалист обратил внимание что ребенок качает ногой я делаю вывод не для того чтобы теперь разрешать школах всегда сидеть и качать ногой или раскачивается на стулья и так далее пускай дома так поделать как домашнее задание когда он нервничает пусть сознательно покачает ногой как упражнение раз он бессознательно так делает это ему помогает осознанное это действие уже создает новое качество то есть если он сознательно это будет делать как упражнение еще раз повторяюсь то что он бессознательно делал и так если он сделать несколько раз осознанно то потом он может уже снимать лишнее напряжение на уроке уже не качая ногой а лучше сосредоточилась на предмете вот какие выводы извини пожалуйста давай дальше поехали я все сказал наверное сегодня пушкина сказали про автоматизм сказали про четко сказали и то что человеку иногда требуется действительно услышать от кого-то точку зрения с которой можно посмотреть на те банальные вещи которые мы всегда видим но не обращаем внимание у них не было наших там прабабушек прадедушек таких может быть стрессового состояния то есть они больше занимались какой-то такой вот работой не было там раздражающих таких факторов они кололи дрова носили воду там ходили много пешком гуляли там пряжи вот тоже самое поведение вышивание девушку женщины девушки любят то есть это все помогает это снимает стресс бахтин писал там о народно смеховой культуре что оказывается в самой культуре это было снятие стрессов там вот например блок тоже писал в поэзии заговоров и заклинание что из хоровода можно было вынесли в рецепт приготовления вишневого варенья ну то есть по существу песни пляски вот эти калятки там вот эти вот всякие вот праздники там люди снимали лишнее напряжение конечно родно смеховая культура так называемая по бахтину да это вроде есть куда от этого падения себя я помню фильмы мы смотрели свое время когда крестьяне и ехали или шли значит косить на козбище шли или или назад песни пели там когда без этого как песня жить помогает но было это в культуре а потом когда все стало закрепощено к когда вот у нас не принято в москве идти по улице и песни но это же мегаполис тут совсем другие ритмы тут если ты будешь петь то другому это может быть раздражает по поэтому на самом деле в школе когда люди сидят или в собрании тоже не нравится когда кто-то ногой качает почему потому что может быть у тебя ритм другой у тебя может быть напряжение другое и у тебя нет синхронизации с тем ритмом и тебя то раздражает и поэтому решили просто не качать ногой вот и все спасибо большое я думаю что даже новичок вдруг окунувшись в нашу проблематику вдруг поймет что такое во первых подготовка специалиста потому что до каких глубин мы доходим от пушкина до толстого связи с психофизиологией начинаем видеть мир с точки зрения принципов ключа быстро развиваемся я поэтому думаю что мы все поблагодарим дениса сейчас за то что он приготовил нам нашей беседе вот эти вопросы которые сегодня освещали и не спасибо вам большое там встречи спасибо а всем хочу сказать друзья смотрите описание под роликом описание посмотрите там ссылок много там это на контакты на много чего и что такое ключ да и в каких книгах он расписан и тогда до встречи спасибо коллега успехов